По истечении 10 лет все документы префектура отдает на бессрочное хранение в Главархив. И вот этим вопросом вы сразу поймете, если заявитель хочет получить документ, и этот документ был выдан, например, или обращение было менее 10 лет назад, это ваш заявитель. Вы можете принимать документы, регистрировать обращение. Если более 10 лет назад принимать обращение нет смысла, можно сразу проинформировать заявителя о том, что нужно самостоятельно обратиться в Главархив на улицу профсоюзный дом 80 и там получить самостоятельно документ. Регистрировать обращение мы с вами будем в программном комплексе АИС МФЦ. Заявитель нам должен предоставить непосредственно запрос, документ, удостоверяющий личность заявителя или доверенного лица, документ, подтверждающий полномочия, то есть доверенность, нотариальная или оформленная в простой письменной форме. И на этом перечень документов исчерпывается, то есть запрос и паспорт. Ну и получается документ, подтверждающий полномочия. В запросе он укажет, в форме какого документа заявитель хочет получить информацию. У нас есть три вида документа. Это копия, это выписка или справка. Мы регистрируем обращение и отправляем в префектуру. Услуга бесплатная, предоставляется только по Москве, то есть у нас соглашения заключены с префектурами административных округов города Москвы. В течение трех рабочих дней поступит ответ. Из префектуры это самый маленький срок по услугам универсального направления, не более трех рабочих дней с учетом доставки. На бумаге отправляем документы, на бумаге получаем результат и выдаем результат заявителю. В течение месяца у нас хранятся результаты по услугам префектуры. Если в течение месяца заявитель не пришел за результатом, мы отправим документ обратно, как не востребован, в ту префектуру, из которой результат, собственно, и поступил. Следующая услуга. По этой услуге есть вопросы, коллеги? Все ли понятно? Зафиксировали себе вопрос, который нужно будет заявителям задать, чтобы понимать, принимаем мы или нет обращения. Хорошо. Тогда идем дальше. Следующая услуга. Признание жилого помещения пригодным, непригодным для проживания. Эту услугу префектуры часто путают с услугой ДГИ. Перевод жилого в нежилое помещение и нежилое в жилое. В тестировании часто ошибаются, по-моему, вопрос, какой орган исполнительной власти предоставляет данную услугу. И вроде бы вопрос-то легкий, но почему-то ошибаются. Поэтому даю вам лайфхак, как запомнить. ДГИ переводит помещение в то или иное назначение. Из жилого в нежилое, из нежилого в жилое. Переводит. А префектура признает помещение пригодным или непригодным для проживания. Можно там жить или нет. На первых вебинарах, когда мы говорили про услуги ДГИ, а именно про нуждающихся в улучшении жилищных условий, когда мы, помните, основания с вами рассматривали, одно из оснований для признания нуждающимся было признание помещения пригодным, непригодным для проживания. Я вам тогда рассказывала про плесень, сырость, грибок, полуподвальное помещение, в стенах гуляет ветер и так далее. И говорила, что документальное подтверждение этого должно быть, чтобы заявители по этому основанию были признаны нуждающимися. А результат можно получить в префектуре. И также озвучивала, что у нас есть такая услуга. Вот мы сейчас к этой услуге подошли. Признание жилого помещения пригодным, непригодным для проживания. К нам обращаются с заявителями. Коллеги, сейчас я веду на экран и расскажу. А вы пока фиксируйте. К нам приходят признать помещение пригодным или непригодным для проживания тоже только физические лица. Мы работаем с физлицами. Юридические лица напрямую в префектуру обращаются. Предусмотрена доверенность, но здесь нотариальная доверенность, либо приравненная к нотариальной. Причем, если обращается доверенное лицо, необходимо приложить копии всех страниц паспорта заявителя. Подача предусмотрена только в МФЦ. Нет у нас здесь вариантов в электронном виде, только лично в МФЦ. Какие документы заявитель нам предоставляет? Тоже, в принципе, перечень небольшой, хотя иногда документы могут быть, там, пакет документов объем. Значит, мы принимаем запрос. Документ, удостоверяющий личность заявителя или доверенного лица. Документ, подтверждающий полномочия. И правоустанавливающие документы, если право не зарегистрировано в ЕГРН. То есть префектура может в межведомственном взаимодействии запросить информацию о собственности. И далее, коллеги, заявитель прикладывает любые документы, подтверждающие состояние помещения. То, что считает важным для того, чтобы там жилье признали пригодным или непригодным для проживания. Это могут быть документы технического учета. Это могут быть различные заключения, какие-то экспертные оценки. Это могут быть различные обращения, например, к Сергею Семеновичу Собянину или к Владимиру Владимировичу Путину и официальные ответы. По обращениям коллеги делились практикой, что даже справки из поликлиник приносили о том, что в результате вот таких плохих условий проживания у заявителей постепенно развивались хронические заболевания, например, дыхательной системы. Мы принимаем, не говорим, что-то нужно, а что-то нет, принимаем, регистрируем в АИС МФЦ также и отправляем в префектуру того округа, где находится объект. Для рассмотрения обращения префектура по потребности создает окружную межведомственную комиссию. То есть это не сотрудник единолично принимает решение, а принимает решение окружная межведомственная комиссия. Рассматривают обращение, и на это отводится 54 рабочих дня. То есть в случае подготовки правового акта префектуры о признании жилого помещения пригодным-непригодным для проживания, с указанием о дальнейшем использовании помещения, либо решение об отказе, это 54 рабочих дня. С этим сроком мы будем сталкиваться в работе. Если окружная межведомственная комиссия попросит дополнительное обследование помещения, срок увеличивается на 22 рабочих дня. То есть было 54 рабочих дня, стало 76 рабочих дней. 47 рабочих дней и 69 рабочих дней, соответственно, это срок больше ванн для информации. Это срок в случае подготовки уведомления заявителя о передаче заключения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оценивого имущества. То есть это федеральная собственность. В основном с этим сталкиваются только юрлица. И результатом по услуге будет правовой акт префекта о признании помещения пригодным-непригодным для проживания, либо решение об отказе с приложением заключения окружной межведомственной комиссии. Вот такая услуга тоже есть, она редкая, но в целом заявители могут в любой момент к вам обратиться за этой услугой. Ваша задача – корректно зарегистрировать обращение в программе и отправить документы на рассмотрение. В дальнейшем консультировать по услуге, например, вообще признают пригодным помещение или непригодным для проживания, мы не консультируем. На этот вопрос ответит только префектура. И даже только после того, как посмотрят документы и, возможно, обследуют объект. Если заявители будут спрашивать, вы корректно отказываете, говорите, что мы можем вам рассказать, проконсультировать только по алгоритму предоставления услуги. Коллеги, вопросы? Вопросов нет, идем дальше. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. Еще одна услуга, третья услуга – префектуры. И давайте кратко обсудим ее. Давайте пример на себя спроецируем. Я собственник садового дома или жилого дома ИЖС, расположенного на территории города Москвы. Тоже здесь принцип предоставления услуги экстерриториально по Москве. У меня садовый домик, но я сделала ремонт, воду провела, там все у меня утеплило дом. То есть там можно прям проживать постоянно. И хочу перевести свой садовый домик в жилой, в жилой дом в ИЖС. И мне необходимо обратиться в префектуру округа для того, чтобы все это документально оформить. Я могу прийти лично подать, могу отправить доверенное лицо. Здесь тоже, коллеги, нотариальная доверенность, либо доверенность, приравненная к нотариальной. Причем нужны тоже копии всех страниц паспорта заявителей при подаче документов. Я могу обратиться в МФЦ, в любой МФЦ. Вот куда захочу, туда и пойду. Единственное, в центрах госуслуг ТИНАО и в МФЦ Ховрина есть предварительная запись. То есть просто так я не могу прийти, подать в эти центры. Мне нужно предварительно записаться на портале мост.ру. В остальные центры могу просто так прийти. Либо могу подать в электронном виде. Вот здесь услуга, возможно, и в электронном виде может быть подана. На портале мост.ру достаточно стандартный или полный доступ в личный кабинет. Либо обратиться в префектуру. Способ выдачи соответствует способу подачи. Если я приду в МФЦ, то, соответственно, вы у меня примете обращение. И как вы думаете, в какой программе вы будете регистрировать обращение? Может быть, кто-то уже сталкивался и знает, в какой программе мы регистрируем здесь обращение? Нет, не АИС. АСГУФ? Конечно. Вот по этой услуге АСГУФ. Коды услуг у вас сейчас на экране и в базе знаний есть. Итак, по садовым домикам АСГУФ. Какие документы вы от меня примете? Ну, помимо запроса, конечно, и документов удостоверяющего личность заявителя и представителя заявителя, доверенность. Если я вот в моей ситуации, я садовый дом хочу признать жилым, я должна вам предоставить заключение о техническом состоянии объекта. То есть, что там можно жить постоянно. Для этого я должна вызвать компетентных специалистов, тех же сотрудников БТИ. Могу вызвать, они как раз такое заключение по техническому состоянию объекта тоже готовят. Единственное, это платная услуга. Они подготавливают заключение. Я прикладываю комплекту документов. Если я не единоличный собственник, а собственников несколько, значит, это реальное согласие иных собственников, других, третьих лиц. И правоустанавливающий документ, если право не зарегистрировано в ЕГРН. Если недавно была сделка, то межведом можно запросить документы о собственности. То есть, префектура так и сделает. Вы принимаете вас в ГУФе, регистрируете и направляете на бумаге в ту префектуру, в тот административный округ, где непосредственно находится объект. Срок рассмотрения 31 рабочий день, возможно, при остановлении сроком до 13 рабочих дней. Результат по данной услуге будет либо правовой акт префектуры о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым, либо решение об отказе. Либо решение об отказе. Тоже с заключением окружной межведомственной комиссии. Напомню, что результат по услугам префектуры у нас хранится в центрах услуг один месяц. И по истечении месяца мы отправим результат, не востребованный, обратно в префектуру. Вопросы по садовому дому или жилому дому. Все ли понятно? Тогда переходим с вами к экспресс-опросу. Переходим к экспресс-опросу. Сейчас направлю вам ссылку в чат. Итак, направила ссылку в чат. Засекаю время. Коллеги, проходим экспресс-опрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубовому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что у меня какое-то небольшое подвисание, не пойму... Висит. Давайте я попробую обновить. Вроде бы я появилась. Я тоже себя потеряла, и у меня подвисло всё. Сейчас вроде бы должно всё в порядке быть. Хорошо. Вопросы по экспресс-опросу были у вас? Не было. Вы большие молодцы, значит, что на все вопросы ответили. Коллеги, мы с вами продолжаем. И я напомню, что вчера на вечернем вебинаре я вам давала небольшое домашнее задание, чтобы вы зашли в базу знаний по услуге выдачи и аннулирования охотничьих билетов и выписали для себя в тетрадь важные моменты по этой услуге. Кто справился? Кто? Кто-кто-кто справился? Напишите, пожалуйста, все ли справились. Немного. Скромно, Инара. Немного это что? В базе знаний были, но до выдачи и аннулирования охотничьих билетов не дошли? Вы больше скажете, но это вы мне льстите. Там много информации, почти вся указана в базе знаний. Тогда кто выполнил? Работаем, конечно. Мы с услугой, конечно, не полностью работаем, не на всех этапах. Но в целом, да, работаем и часто приходят к нам охотники за получением охотничьего билета. Итак, коллеги, что для себя выписали? Тезисно? Направьте в чат. То, что для себя выписали. Так, Виктория, вы готовились, видимо, к тому, чтобы сразу в чат отправить информацию. Так, срок 5 рабочих дней с учетом доставки. Да. Подают на портале mus.ru, это полностью электронная услуга. А водоем в центрах? Так, заявители, физические лица граждан РФ с регистрацией в Москве постоянно или временно. Да, согласна. Мосприрода – это орган исполнительной власти. Бессрочный, вот Олеся Мажаева пишет, да. Госпошлины нет. По доверенности нельзя. Так, Екатерина, вот, Коншина написала. Личное получение. Если судимость была, она должна быть погашена. А документы какие прикладывать на портал mus.ru? Что нужно заявителю приложить? Кто знает? Какие документы? Никаких, да? Так, фотография. Согласна. Судимость не надо, справку судим. Семьет, справку не нужна. Паспорт. Ну, теперь, да, паспорт по желанию. Сейчас недавно была рассылка, где такой большой файл по услугам. Какие там паспорт сканируем, документы сканируем, да или нет. И паспорт, да, там тоже, по-моему, не сканируется сейчас. Ну что, основные моменты выписали. Давайте теперь я обобщу информацию, резюмирую. Итак, выдача и аннулирование охотничьих билетов. Когда заявитель хочет охотиться, ему нужно, чтобы был охотничий билет. На руках, чтобы была возможность ходить на охоту. И заявителем должен быть действительно физическое лицо, гражданин Российской Федерации. Сейчас, секунду, у меня слетела презентация. Сейчас, секунду, верну. Слайд. Итак, физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия, то есть 18 лет, имеющие регистрацию в Москве, либо постоянную, либо временную регистрацию, конечно, несудимой или с погашенной судимостью, и которые ознакомились с охотничьим минимумом. Где можно охотиться, на кого охотиться и так далее. Подает заявитель запрос действительно в электронном виде через портал мост.ру. Давайте, выведу на экран. Он заполняет форму запроса, вносит свои данные, прикрепляет фотографию, причем фотография может быть как цветная, так и черно-белая, нет каких-то определенных требований. Три на четыре. Подает запрос, и в запросе указывает центр госуслуг, где удобно заявителю получить охотничий билет. На изготовление охотничьих билетов отводится пять рабочих дней. То есть заявители проверяют на наличие судимости и так далее. И через пять рабочих дней приходят уведомления в личный кабинет заявителю о том, что необходимо прийти в центр получить, собственно, сам охотничий билет. Услуга бесплатная и предоставляется только по Москве. То есть заявители, которые зарегистрированы в Москве. Заявитель приходит в центр, который он указал. Действительно, приходит он лично с паспортом, потому что по доверенности не предусмотрен. У нас четко написано, что лично с документом, удостоверяющим личность. Какая бы там доверенность ни была, потому что иногда приходит... У меня расширенная генеральная доверенность, что я там все документы получаю, а деньги получаю, а вы охотничий билет не можете выдать. Не предусмотрено по доверенности получения документа. Потому что при выдаче заявитель ставит свою личную подпись на охотничьем билете. Как происходит выдача? Выдача происходит таким образом. Вот заявитель приходит, вы удостоверяете личность его, выдаёте ему охотничий билет, он его проверяет, всё ли нормально, и ставит свою подпись чёрной ручкой. Вы забираете подписанный охотничий билет, снимаете с него копию. Заявителю отдаёте обратно охотничий билет. Заявитель, пока вы копию снимаете, в расписках вам распишется в двух экземплярах, что он получил. Портальное обращение в АИС МФЦ мы видим. Соответственно, после того, как заявитель распишется и получит охотничий билет, он может идти охотиться. Мы закроем обращение в АИС, отсканировав расписку. Один экземпляр расписки с копией, заверенной копией, уже подписанного охотничий билет, отправим в департамент природопользования города Москвы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. И второй экземпляр останется у нас на хранение в архиве МФЦ, как подтверждение, что заявитель получил документ. В течение месяца в охотхозяйственном реестре появится сведение непосредственно об охотничьем билете. Коллеги, вы написали, что охотничий билет бессрочный. А он где действует? Тоже только на территории Москвы? Или Москва-область, Российская Федерация? По Российской Федерации, да, действительно по РФ. То есть охотиться может по всей территории Российской Федерации. Если у заявителя есть билет, охотничий билет, старого образца, его нужно аннулировать, прежде чем изготовить новый или нет? Старого образца нужно аннулировать? Если получают новый образец, а у них на руках старый, аннулировать не нужно. Не нужно. Сразу происходит изготовление нового охотничьего билета. Теперь такая ситуация. Вы можете сталкиваться в центрах с такой ситуацией, что заявитель получил охотничий билет нового образца, а потом его потерял. Как быть заявителю? Что посоветуете? Коллеги, ну если он потерял охотничий билет нового образца, что он должен сделать? Тогда фиксируем. Вижу, что не пишете. Вот Олеся написала правильно. Подать одновременно на аннулирование, только не старого, а потерянного охотничьего билета, и подать на изготовление нового, потому что тоже через портал мост.ру. Если просто подать на изготовление нового без аннулирования утерянного, то, соответственно, откажет Департамент природопользования, потому что в охотно-хозяйственном реестре будет числиться еще актуальный охотничий билет. Поэтому аннулируем, а потом подаем на изготовление нового. Хорошо, коллеги, проговорили с вами. Идем дальше. Следующая услуга, про которую мы с вами поговорим, это будет услуга главархива. Коллеги, страница 36 рабочей тетради. Исполнение социально-правовых запросов граждан, связанных с подготовкой и предоставлением архивной справки, выписки, копии информационного письма по архивным документам, которые хранятся непосредственно в главархиве. Сталкивались с такой услугой? Принимали? Думаю, что да. Главархив часто бывает на другие направления распределяют. Сталкивались. С какими тематиками приходят к вам заявители? С какими тематиками приходят? Трудовой стаж, зарплата, награды. Очень часто СВР запрашивает подтверждение стажа и заработной платы 80-е и 90-е. Учеба. Стандартные. Стандартные тематики, да, действительно. В основном приходят предпенсионеры, когда они оформляют пенсию и, соответственно, пенсионный фонд, только не пенсионный, теперь СВР, да, у нас социальный фонд России, и они требуют подтверждения стажа, трудового стажа, зарплаты, и заявители приходят к нам, подают запросы в главархив. Но тематик, которые в рамках соглашения мы от заявителей принимаем, запросы, по которым мы принимаем, их больше. Давайте я выведу вам на экран тематики. То есть это не только трудовой стаж, зарплата, учеба, награждение медалями, но и информация о пособии по безработице, усыновлении опеки, мобилизация на трудовой фронт, создание и переименование организаций. Кстати, эта тематика, она очень часто вместе с трудовым стажем или с зарплатой идет. Получение копии акта медицинского освидетельствования, пребывание детей в учреждениях для детей-сирот, получение копии приговора, вынесенного Московским городским судом. Они у вас, все эти тематики прописаны на 36-й странице рабочей тетради. Это тематики, по которым мы принимаем запросы от заявителей и направляем в главархив. Бывают, заявители приходят по другим тематикам. Например, у меня был заявитель, молодой человек, он составляет генеалогическое древо. И ему необходимо было получить информацию из главархива еще там 20-е и 30-е годы, информацию там о прабабушках, прадедушках и так далее. Он восстанавливал древо, родственные связи. Вот такие запросы мы не обрабатываем, мы не принимаем. По таким запросам сразу консультируйте заявителя, что им необходимо самостоятельно обратиться в главархив на улицу Профсоюзная, дом 80. Потому что до 1926 года все документы ЗАГС, уже все актовые записи переданы на бессрочное хранение в главархив. Хорошо. Заявителями кто по услуге будет? Кто к нам придет эти запросы подавать? Физические лица, представители. Представители по какой доверенности? По какой доверенности? Простая письменная или нотариальная, или такая-такая? Коллеги, конечно, нотариальная доверенность, либо доверенность, приравненная к нотариальной. И физические лица по этой услуге есть принадлежность к гражданству. То есть физические лица, и уточнение, граждане Российской Федерации, которые либо приходят лично, либо по доверенности. По нотариальной доверенности представляют их интересы. Если к вам придет иностранный гражданин, и он в какой-то период работал в Москве, или учился в одном из институтов Москвы, то мы таких заявителей не принимаем. У нас по соглашению физические лица заявители, граждане Российской Федерации. Мы направим, куда направим? По какому адресу, коллеги? Профсоюзный, дом 80, главархив напрямую. То есть они информацию-то имеют право получить, просто не через Центр госуслуг, а самостоятельно в главархив. Хорошо. Два срока предоставления услуги. Предусмотрено это 11 рабочих дней и 20 рабочих дней. 11 рабочих дней – это срок предоставления услуги по тематике, по одной тематике, о создании или переименовании организации. И только в том случае, если при подаче запроса заявитель укажет номер правового акта, на основании которого создана или переименована организация, и дату ее создания или переименования, если он в запросе эту информацию не укажет, срок увеличится до 20 рабочих дней. По всем остальным тематикам срок стандартный – 20 рабочих дней. Услуга бесплатная, предоставляется только по Москве, потому что бывает, заявители приходят, они работали какой-то период в Москве и в какой-то период по Московской области. Вот по Москве запросить можем, по области – нет. В другом регионе обращаются в главархив того региона, где непосредственно работали, учились. Кстати, одно из филиалов главархива Московской области находится в Москве. В интернете есть информация. Это улица Азовская, дом 17, станция метро Каховская. Пусть заявители посмотрят, возможно, там можно по Московской области получить информацию. То есть не в область ехать, а, возможно, прям в главархиве Московской области в Москве эту информацию получить. Далее. Два способа подачи предусмотрены. Не только в МФЦ можно прийти. Можно подать электронно через портал mos.ru. Притом можно подать электронно, а получить документ в МФЦ. То есть способ выдачи такой, что если подают в МФЦ, то и получают в МФЦ. Если в электронном виде подают, то могут либо электронно получить, либо указать центр, где удобно получить результат. И в большинстве случаев заявители, если в электронном виде подают, так и указывают центр. И после того, как приходит уведомление, что документы готовы, они приходят и получают их. Что касается регистрации обращения в программе. Регистрируем обращение мы в МФЦ. Перечень документов, которые необходимо приложить. Конечно же, это будет заявление и приложение к заявлению. Это два неотъемлемых друг от друга документа. Заявление, достаточно малой информации заполняется. Блок с данными, левый верхний угол, с данными заявителя. И подпись. Подпись, фамилия, инициалы, дата приема. В заявлении есть блок с обработкой персональных данных. Заявитель данный блок повторно подписывает. И сотрудник, ответственный за прием, ставит в заявление подпись и дату приема. А вот в приложении заявитель указывает как раз информацию для поиска архивного документа. Это может быть фамилия, имя, отчество. Бывает, девичью фамилию указывают, если фамилия менялась в этот период. Название организации, запрашиваемый период работы, в каком отделе работали, в какой должности и так далее. И в рамках одной тематики можно запросить сколько угодно периодов. В приложении у нас с вами 4 периода можно указать, а заявитель хочет 5 или 6 периодов. По одной тематике, например, нужна тематика зарплата и в нескольких организациях, там 6 периодов, в разных организациях работы нужно эту информацию получить. В таком случае, если не хватает места в приложении, печатайте еще одно приложение, заявитель заполнен, но в рамках одного обращения можно принять. То есть у вас будет одно заявление и два приложения к нему. А вот если тематики разные, бывает, приходит нетрудовой стаж и заработную плату. Вот в таких случаях будет два разных обращения, два разных комплекта документов. Помимо запроса и приложения, прикладывается документ, удостоверяющий личность, копию мы снимаем, разворот с фото и регистрация по месту жительства. Этого достаточно. Если доверенное лицо, его документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия, и желательно приложить. У нас-то в базе знаний и в нормативных правовых документах указано, что обязательно прикладывать документ, подтверждающий трудовую деятельность. Чаще всего это трудовая книжка. Если она есть у заявителя на руках, то вы снимаете копию с трудовой книжки, но не всю копию, а только титульный лист трудовой книжки, возможно, вкладыши в нее и листы с запрашиваемыми периодами. То есть не всю трудовую книжку, а те периоды, которые заявителю необходимо получить информацию. Бывает, что приносят не оригинал, еще работают заявители, приносят трудовую, копию трудовой книжки, заверенную, например, отделом кадров. Здесь спросите, для чего сделали копию, заверенную отделом кадров. Если для получения этих справок, то вы можете взять копию, приложить в комплект документов. Если нет, еще куда-то нужно приложить, но снимите копию с копии, не заверяя, просто приложите в комплект документов. Есть еще у нас возможность справку сформировать онлайн. Раньше мы ее называли САЗИ-6. Сейчас она, по-моему, называется, коллеги, подскажите, сведения о трудовой деятельности или сведения из индивидуального лицового счета застрахованного лица. По-моему, так звучит. САЗИ-ЛС. Угу. Спасибо. Там эту справку можно сформировать и приложить. Там как раз тоже периоды работы будут указаны. Это исчерпывающая перечень документов. Зарегистрировали, отправили на бумаге в главархив, и через 20 рабочих дней придет результат, который мы выдаем заявителям. Итак, результат может прийти либо справка, либо выписка, либо копия, либо информационное письмо, то есть четыре вида документа, или решение об отказе. Бывает, что пишут, что отсутствуют сведения, но на практике, знаю и неоднократно видела, главархив, если у себя сведений не находит, они иногда пишут, куда заявителю дальше можно обратиться. Может быть, это какая-то ведомственная организация, ведомственный архив. Возможно, нужно обратиться напрямую к работодателю, и в архиве еще организации документы хранятся. Но в целом достаточно полный ответ присылают из главархива, даже подсказывают, куда обратиться дальше, если сведения отсутствуют. Документы, результаты по услуге мы будем хранить в течение трех месяцев. По истечении трех месяцев, если заявитель не придет за результатом, мы документы отправим обратно в главархив, как не востребован. По услуге есть вопросы? Коллеги, и обязательно, когда сканируете заявление и архивные приложения к заявлению, информация для поиска архивного документа, сканируйте отдельными файлами заявление отдельно и отдельно приложение. У вас даже в выпадающем списке должно быть, что для поиска архивного документа в выпадающем типе документов находите четко его название и сканируйте. Хорошо, коллеги, еще даю вам сканы цветные. Да, Олеся, в цветном режиме сканирую. Еще одно у меня будет к вам небольшое задание. Это не домашнее задание, это будет самостоятельная работа. Мы ее проверять не будем. На странице 40, рабочей тетради, у вас есть как раз страница для заполнения информации по проектам, по совместным проектам МФЦ и главархива. Это проект «Сохраним память. Москва с заботой об истории» и «Москва с заботой об истории. Московская фотолетопись». Слышали про такие проекты? Слышали. В рамках проекта «Сохраним память. Москва с заботой об истории» мы принимаем от заявителей на бессрочное хранение документы, письма, награды, вещи времен Великой Отечественной войны. И, соответственно, никакой оценки не проводим, исторической ценности, подлинности, просто принимаем и отправляем. Но с отказом ни в приеме, ни в предоставлении услуги нет. Единственное, что мы не принимаем в рамках данного проекта, это оружие холодное, огнестрельное, даже если отстреленное оружие, и ювелирное украшение. В остальном принимаем все. В рамках проекта «Московская фотолетопись. Москва с заботой об истории. Московская фотолетопись» мы принимаем проявленные фотопленки, которые отражают жизнь Москвы и москвичей в 20 веке. Это может быть целая пленка, нарезка из кадров, может быть, просто один кадр. И направляем также в главархив. 21 рабочий день срок предоставления услуги. Остальные нюансы, коллеги, пожалуйста, зайдите в базу знаний, посмотрите, какие есть еще нюансы, потому что мы принимаем документы и регистрируем обращение в АИС, то есть через программу проводим обращение нашего заявителя. Поэтому после вебинаров зайдите в базу знаний, посмотрите памятку по услуге и важные моменты для себя выпишите. Это вообще очень трогательные проекты. Когда мы прикасаемся прямо к истории, мне довелось принимать документы и вещи ветерана Великой Отечественной войны, которого уже давно нет в живых. Родственники пришли передать эти вещи. И, во-первых, ты прикасаешься к истории, и очень интересно вообще принимать эту услугу, потому что пока ты регистрируешь обращение в программе, заявители обычно рассказывают истории этой вещи, этого документа, рассказывают о герое, о ветеране Великой Отечественной войны. Это очень так трепетно. Поэтому желаю вам все-таки эту услугу прямо на практике опробовать, оказать. Я думаю, что вам будет очень интересно. Если вопросов нет, то у меня есть немного вопросов. Давайте посмотрим, как вы внимательно меня слушали. Пройдем небольшую разминку перед экспресс-опросом. Итак, вопрос, а вы мне в чат вариант ответа. Можно ли запросить сведения о трудовом стаже, если заявитель работал в Твери? Да, нет, зависит от организации. В Твери. Сведения о трудовом стаже. Нет, совершенно верно. У нас экстерриториально по Москве. Хорошо. Можно ли запросить информацию о пособии по безработице? Да, нет, да, но только на портале мост.ру. Да, нет, но только на портале мост.ру. Можно. Хорошо. Все ли тематики можно запросить на мост.ру? Нет, только самые популярные. Да, можно все. На портале нет такой услуги. Можно все. Хорошо, коллеги, переходим к экспресс-опросу. Сейчас направлю вам ссылку на экспресс-опрос. Коллеги, приостановление по главархиву не предусмотрено, а вот отказ предусмотрен. Тоже себе можете зафиксировать. Что-то нужно обсудить? Все было понятно. Тогда мы идем с вами дальше. И следующая услуга, про которую мы с вами поговорим, 100% вам знакома. С ней вы сталкиваетесь ежедневно. Это предоставление доступа гражданам к подсистеме личный кабинет на портале мост.ру, госуслуги Москвы. Мы все являемся пользователями этого портала. И ежедневно помогаем получить доступ нашим заявителям, потому что сейчас портал пользуется большой популярностью. Очень много услуг переведено в электронный вид и подают запросы заявителей через портал мост.ру. Поэтому мы уже точно знаем все про эту услугу. Сейчас ничего нового я вам не скажу. Единственное, вспомним все вместе с вами основные нюансы по услуге. Итак, кто может получить доступ в личный кабинет на портале мост.ру? Именно через нас, через Центр госуслуг. Физические лица. Да, физические лица, которые имеют СНИЛС, которые застрахованы в системе обязательно пенсионного страхования. С какого возраста можно получить полный доступ в личный кабинет? С 14 лет. Да, с 14 лет. Это полный доступ. Но у нас же есть еще два вида доступа. Упрощенный и стандартный. Упрощенный и стандартный доступ можно и не дожидаться 14-летнего возраста. С любого возраста. Но чаще всего, когда дети в школу идут, им нужно оформить дневник школьника, МЭШ, доступ к МЭШ. И как раз родители оформляют личный кабинет своим детям. Ну а полный доступ с 14. Хорошо. По доверенности можно подать? Получить доступ? Нельзя. Какая бы доверенность ни была. Часто приходят заявители и говорят, у меня расширенная генеральная нотариальная доверенность, а вы какой-то доступ мне в личный кабинет не предоставляете. Личное присутствие. Да, в 23-м постановлении правительства Москвы указано, что полный доступ необходим, для получения полного доступа необходимо прийти лично с документом, удостоверяющим личность. Про доверенные лица в данном постановлении ничего не указано. Хорошо. У нас есть два срока в рамках данной услуги. Когда получать полный доступ? Полный доступ когда можно получить? В течение какого времени? Сразу. В день обращения. Правильно, формулировка. В день обращения. Это когда полный доступ хотят. Бывает, когда приходит прекращать доступ в личный кабинет. Но бывает, задваиваются, например, учетные записи, невозможно зайти в личный кабинет, обращаются в техподдержку. И техподдержка подсказывает, что нужно прекратить личный кабинет, лучше создать его заново. Срок какой? Для прекращения личного кабинета. В течение трех рабочих дней. Да, действительно, здесь в течение трех рабочих дней заявитель подает и департамент информационных технологий проверяет данные и аннулирует их. Одновременно подать сразу и на аннулирование, и на опять получение полного доступа в личный кабинет невозможно в один день подать. Нужно, чтобы вот прошел этап, когда учетная запись аннулируется. Из документов что-то нужно для получения полного доступа? Паспорт СНИЛС. Паспорт, ну то есть документ удостоверяющий личность. Может и иностранный гражданин прийти, не обязательно паспорт гражданина РФ. Иностранный паспорт, тогда перевод должен быть, нотариальный перевод паспорта. СНИЛС, да, но не обязательно, потому что АИС иногда автоматом подтягивает данные по СНИЛСу. Запрос мы печатаем для проверки данных, которые мы внесем. И еще, если необходимо валидацию детей осуществить, то свидетельство о рождении детей. Регистрируем мы обращение в АИС МФЦ. Коллеги, очень внимательно вносим данные, персональные данные заявителя. Прямо все как согласно документу удостоверяющему личности. Потому что бывает, внесем что-то, сократим, потом проверку документ удостоверяющего личности, идентифицировать личность не получается. Они приходят повторно. Поэтому все в соответствии с паспортом. Сейчас, насколько мне известно, мы паспорта не сканируем. Просто вносим данные, регистрируем. И сразу же нам программа выдает временный логин, пароль для входа в личный кабинет. При регистрации логином будет СНИЛС, но, в принципе, зайти можно не только по СНИЛСу, но и по номеру телефона, по адресу электронной почты. А пароль, он временный, его необходимо поменять на тот, который лучше запоминать. Потому что это случайный такой набор букв и цифр. Услуга бесплатная. Коллеги, если у вас будет запрос на прекращение доступа, после того, как вы зарегистрируете обращение в АИС, вам необходимо направить заявку в СТП в систему технической поддержки по адресу электронной почты, которая сейчас у вас указана на экране. Отказа в приеме документов нет. Предоставления услуги нет. Заявления, по-моему, заявления сейчас тоже не сканируются. Коллеги, посмотрю, была вот недавно, раньше сканировали и паспорт, и заявление. Сейчас вот недавно буквально была рассылка. К сожалению, не взяла с собой, распечатала, не взяла на рабочем столе. Паспорт осталось. Паспорт точно нет. А вот Елена подсказывает заявление только, сканируем по последней информации. Вот по поводу заявления, к сожалению, не помню, но Елена дополнила, спасибо. То есть у нас вот недавно была рассылка, была рассылка буквально на днях, вчера или позавчера, по перечням услуг, вообще по всем услугам, что мы сканируем. Пожалуйста, эту рассылку себе распечатаете, файл, и пользуйтесь, потому что там не все нужно сканировать, вот как раз в личном кабинете только заявление. Хорошо. Итак, отказ не предусмотрен. Теперь поговорим про виды доступа. Итак, мы вспомнили уже, что есть три вида доступа, упрощенный, стандартный, полный. Упрощенный, стандартный, где можно получить доступ? Сами, самостоятельно, дома, либо в зоне электронных услуг в центрах. Да, можно и так, и так. А полный, где можно получить, ну, помимо центров? Бывает, не могу прийти лично. Где еще? Онлайн-банки, ВТБ, Тиньков, Сбер. Еще где? Если есть подтвержденная учетная запись на госуслугах. Да, совершенно верно. То есть, если заявители говорят, что не может человек прийти лично, то, соответственно, есть другие варианты. Не обязательно лично приходить к нам в центр. Есть и другие варианты, которыми можно воспользоваться в онлайн-банке. Госуслуги при подтвержденной учетной записи там можно пользоваться вообще во всеми услугами портала. Хорошо. Хорошо. Бывает, бывает, что они создают несколько учетных записей, потом приходится удалять. Да, я с этим тоже, Айнар, сталкивалась. Но здесь мы можем помочь. Семь учетных записей удалял. Перестарался заявитель. Чем отличается стандартный доступ от упрощенного? Вот Ольга хотела только что вам все рассказать. Давайте ответим на вопрос Ольги. Итак, виды доступа. Упрощенный, стандартный, полный. Упрощенный – это первичная регистрация на портале. Какие данные мы должны внести, чтобы получить упрощенный доступ? Какие данные при упрощенном доступе мы вносим? Телефон, адрес электронной почты – согласна. Паспорт РАНа. РАНа, РАНа паспорт. Помимо телефона и электронной почты, фамилия, имя, отчество – да. СНИЛС нет. Логин, пароль придумать. И что еще? Вот Елена прям более полный ответ написала в чат. А что еще? ФИО, телефон, адрес электронной почты. Придумать логин, пароль. Что еще Елена не дописала, коллеги? Ну, можете, вопрос контрольный. Да, вы когда, даже если регистрировали, зайдите на портал nos.ru, нажмите регистрация, и вам полная форма выйдет. Как раз фамилия, имя, отчество, логин, пароль, телефон, адрес электронной почты, контрольный вопрос. Да, ответ на него. День рождения в профиле потом заполняется. Итак, при упрощенном доступе, у меня, к сожалению, вот здесь не видно, контрольный вопрос, он чуть ниже срезается при просмотре. Файл. Итак, фамилия, имя, отчество, логин, пароль, адрес электронной почты, номер телефона, контрольный вопрос. Хорошо. А чтобы стандартный появился доступ, что нужно добавить к тем данным, что мы уже внесли. СНИЛС. Конечно, добавляете номер СНИЛС, доступ становится стандартным. А для полного доступа что нужно? Уже паспорт. Вот здесь паспортные данные, потому что здесь заявитель проходит идентификацию личности и после того, как полный доступ будет на портале, будет доступ ко всем услугам, которые вообще на портале предоставляются. Определились. Коллеги, есть еще один нюанс. Когда мы заполняем обращение во вкладке АИС МФЦ, содержание обращения, есть чекбокс сброс пароля. Вот если вы нажмете нет, то в выписке о регистрации пользователя на портале строка пароль будет пустая. То есть смотрите по ситуации. Если первично он полный доступ оформляет, то указывайте, что да, чтобы пароль был. Вот такой чекбокс реализован технически. Ребенок с 14 до 18 может иметь полный доступ? Да, почему нет? У него может быть полный доступ, но это не означает, что какие-то услуги он теперь может самостоятельно подавать. паспорт есть, мы вносим с 14 до 18. Есть услуги, которые можно получить самостоятельно, но это не означает, что он все услуги теперь имеет право без родителей делать. У него частичная дееспособность нет. это не означает, что если он полный доступ оформлен, значит, все он может сделать на портале. Нет, конечно же. По каждой услуге есть свои критерии, и, конечно, это будет при подаче запроса учитываться. Конечно, но соцкарта там и стандартный доступ подойдет, насколько я знаю. Записные экзамены, да-да-да, больше, что касается школьной программы. Задавайте вопрос не по вебинару. Итак, пока мне Евгения пишет вопрос, я задам вопрос, есть ли вообще вопросы по личному кабинету. Если их нет, мы идем с вами дальше. Если есть, задавайте их. Вопросов нет. Евгения, я жду от вас вопрос. Пишите. У меня нигде нет рабочей тетради, во всех приглашениях посмотрела. Очень странно. Когда только вот приглашение присылают именно с ссылкой для записи сотрудников, тетрадь есть. Если хотите, правда, у нас уже практически вебинар заканчивается, этот и еще один. Я могу вам англичку направить, тетрадь, чтобы вы могли себе зафиксировать, переписать. Если вы хотите. вы мне только напишите ваше отчество. Бурова, Евгения Владимировна. Я зафиксировала, Евгения Владимировна, сейчас вебинар завершу и пришлю вам тетрадь. Ну, очень странно, потому что в приглашении всегда у нас администраторы прикрепляют тетради по всем направлениям, ну, чтобы было удобно фиксировать информацию. Хорошо, идем с вами дальше. Следующая услуга, про которую мы поговорим, мы уже как-то касались ее, когда ЕГРН обсуждали. Получение документа на бумажном носителе подтверждается, предоставляющего содержание электронного документа, который является результатом предоставления услуги посредством ЕПГУ, госуслуг, нашего федерального портала. Итак, если заявитель обращается за услугой, подает запрос на госуслугах на федеральном портале, для этого у него должна быть подтвержденная учетная запись, он получает услугу в электронном виде, то есть результат подгружается в личный кабинет ему, он может прийти в Центр госуслуг и распечатать, мы ему распечатаем на бумажном носителе результат по данной услуге. Кто к нам может обратиться? Могут обратиться и физические лица по этой услуге, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Могут обращаться доверенные лица. Здесь доверенность как нотариальная, приравненная к нотариальной, так и простая письменная форма. Основные нюансы по услуге. Принцип предоставления экстерриториально, независимо от того, где вообще зарегистрирован заявитель в Российской Федерации. Срок предоставления в день обращения сразу результат выдаем. Беспошлины, услуга бесплатной, оснований для отказа отсутствуют. Регистрируем данное обращение мы в программе АИС МФЦ код услуги 099 201. Результатом будет либо документ распечатанный на бумажном носителе, либо уведомление об отсутствии в ЕПГУ сведения об электронном документе, который является результатом предоставления услуги. Какие документы нам в рамках данной услуги заявитель должен предоставить? Во-первых, это паспорт, документ, удостоверяющий личность нашего заявителя. Далее, он должен нам предоставить номер, номер заявления на предоставление услуги из личного кабинета на ЕПГУ. Если обращается доверенное лицо, значит, документ, подтверждающий его личность доверенного лица и документ, подтверждающий полномочия. Нотариальная доверенность, простая, письменная и так далее. Далее, если обращается индивидуальный предприниматель, помимо тех документов, которые я вам озвучила, он предоставляет номер ОГРН индивидуального предпринимателя. ОГРН ИП называется. Если обращается юрлицо, значит, либо ННН, либо ОГРН юридического лица. И если обращается представитель от юридического лица, у него должна быть доверенность от организации, где прописано, что он имеет право получать результат оказания услуги в МФЦ. Услуги в МФЦ. Далее, коллеги, результат, который мы печатаем на бумаге, это либо справка, любой документ на бумажную носительную выписку, из ОГРН сейчас часто запрашивают и в рамках данной услуги на бумаге получают, либо уведомление об отсутствии сведений. Это тоже результат. когда формируется уведомление об отсутствии сведений. несколько причин. Они автоматически формируются. Первая причина – пользователь не найден. Здесь может быть какой-то технический сбой, либо что-то неверно указали. Далее, заявление не найдено, то есть возможно заявитель не подавал документ или ошибка в номере заявления. Отсутствуют файлы с результатом оказания услуги. Бывает, что подали заявление, еще результат не подгружен в личный кабинет и сразу приходит печатать, а результата еще нет. Поэтому отсутствуют файлы с результатом оказания услуги. Вот в принципе вся услуга. То есть заявитель подал в электронном виде на госуслуги получение какого-либо документа, электронную услугу, результат выгружается в личный кабинет заявителя, он приходит и мы ему печатаем результат на бумаге. Вопросы по услуге получения документа на бумажном носителе. здесь мы паспорт не сканируем, коллеги, помним об этом. Только вносим данные. Хорошо, ну что ж, если вопросов нет, как заверить? Как заверить? Смотрите, вы выдаёте результат, например, выписка из ГРН, она несколько страниц, значит, вы заверяете круглой печатью отдела под нумерацией и ставите подпись, фамилия, инициала и дату на каждой странице. Не на обороте, как мы выписки из ГРН выдаём, непосредственно вот там, где сам текст. Эту страницу мы заверяем. Олеся, если вы смотрите второй раз, я бы с удовольствием вам зачитала, но, во-первых, снимается статистика после обучения и на прохождение курса зависит, во-первых, насколько вы были активны на вебинарах, слушали ли вы их, потому что бывают, заходят вебинар, 10 минут на площадке побудут и уходят опять, и вот так вот периодически. На вебинар нужно слушать полностью, если вы не можете слушать, смысл тогда записываться, потому что мы обсуждаем много материала, он вам пригодится в работе, и, соответственно, вот вебинары, то есть не менее там 80-90 процентов времени вы должны быть на вебинарной площадке, и экспресс-опросы, все, все должны быть экспресс-опросы пройдены, которые я вам ссылки направляю. возможно, бывает, что не засчитывают курс, если ошибки допускают, например, в написании фамилии, имени, когда заходят на площадку, когда экспресс-опрос проходит, лишнюю букву пишут в адресе электронной почты, либо что-то некорректно указывают, потом не можем идентифицировать, и порой, если не можем идентифицировать, не можем засчитать курс, поэтому здесь от многих факторов зависит. Я надеюсь, что вы не в третий раз точно слушать не будете. Так, а если, например, придет генеральный директор юрлица, тоже нужна доверенность, какой другой документ подтверждающий? Ну, что у него будет? Приказ о назначении? Тут он генеральный директор, скорее, ну, приказа о назначении достаточно, какая тут доверенность? Изначально на вебинаре про бумажный носитель, когда услуг только появил, или появилась, говорит, что заверяет только последнюю страницу документа и без подписи, просто круглопечать. Сейчас были разъяснения, что каждую страницу и вот круглопечать с подписью, потому что были прецеденты, когда только с круглопечатью, без подписи, органы исполнительной власти не принимают. но это чаще всего игренки, да, вот с Еленой Лебедевой согласны. Хорошо, ну что, мы идем с вами к следующей услуге, это будет последняя услуга, которую мы обсудим в рамках полного курса. Это услуга карта болельщика. Кто-то оформлял карту болельщика себе, родственникам, знакомым, друзьям, заявителям? Оформляли. Да, сейчас она набирает популярность, карта болельщика. Это такой сервис цифровой для безопасного посещения и комфортного посещения футбольных матчей. Она представляет собой цифровой код, который формируется и направляется в личный кабинет заявителю на госуслугах по итогам того, как заявитель пройдет идентификацию личности. И эта карта, она не только для посещения футбольных матчей, но и для покупки билетов на футбольные матчи. Приобретенный билет также хранятся на госуслугах и они могут быть переданы сами купленные билеты, приобретенные третьим лицам, если у них тоже есть оформленная карта болельщика. Итак, карта болельщика необходима для посещения матчей российской премьер-лиги РПЛ российской премьер-лиги в следующих городах Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Грозный, Воронеж, Оренбург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи. Вот для посещения футбольных матчей в этих городах требуется карта болельщика. Итак, кто будет заявителем по данной услуге? Это физические лица, которые имеют учетную запись на ЕПГУ. Неважно какая, упрощенная, стандартная, подтвержденная учетная запись, и неважно физлицо гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, или лицо безгражданства. По сути, карта болельщика, она требуется не только болельщикам, но и всем участникам соревнования, организаторам, представителям СМИ, непосредственно участникам соревнования и так далее. Сотрудникам организации, то есть карта болельщика плюс приобретенный билет, это QR-код для входа на стадион. Есть две ситуации, при которых заявитель обращается в МФЦ. Первая ситуация, когда он подал запрос в электронном виде через госуслуги на оформление карты и пришел после того, как ему скажут да, все хорошо, идите идентифицировать личность. Он придет просто к нам идентифицировать личность. И вторая ситуация, когда он нигде не подавал в электронном виде на госуслугах, и сразу пришел подает заявление на оформление карты и сразу же проходит идентификацию личности. Разберем с вами эти две ситуации. Итак, подача заявления производится самостоятельно, если посетитель спортивного соревнования достиг возраста 14 лет. То есть, если он паспорт имеет, 14 лет ему используется, он самостоятельно. По доверенности с 14 лет подать нельзя. Даже по нотариальной генеральной. Далее, законным представителем может подаваться заявление, либо представителем, доверенным лицом по нотариальной доверенности в отношении лица недостигшего 14 лет. Ну, то есть, оформляет карту ребенку 7 лет. По сути, должны прийти законные представители. Если законные представители не приходят, оформляют там на бабушку доверенность или дедушку, и они приходят по доверенности от законных представителей, оформляют карту болельщика несовершеннолетнему ребенку, не достигшему 14 лет. 14 лет только самостоятельно. Доверенность после 14 лет не предусмотрена. Далее, с помощью работника временного центра обслуживания граждан бывает прямо перед стадионом есть площадки для обслуживания заявителей, и там можно подать заявление. Либо в составе группового заявления на оформление карты с помощью ответственного лица, организаторов спортивного соревнования. Итак, первая ситуация. Заявитель решил оформить карту болельщика. Он заходит в свой личный кабинет на портале госуслуги и самостоятельно подает запрос. Вносят данные, паспортные данные, свидетельство рождения, если оформляют ребенку карту до 14 лет, прикрепляют портретное фото, которое сделано на светлом фоне, и указывают адрес электронной почты и номер телефона. Направляют запрос, и после подачи запроса информация отправляется в систему идентификации болельщиков, где проходит непосредственно проверка данных. После того, как проверка завершена, и завершена она, например, успешно, хотя могут и отказать, в любом случае приходит уведомление заявителю в личный кабинет на госуслуги, и если проверка прошла успешно, заявителю необходимо обратиться в один из центров госуслуг, сейчас в любой, и пройти подтверждение личности, идентификацию. Какие действия сотрудника при обращении заявителя в таком случае? Итак, заявитель пришел, мы установили его личность, проверили действительный документ, удостоверяющий личность, если доверенное лицо обратилось, документ подтверждающий полномочия, проверили обязательно. Следующее мы открываем в цитриксе ярлык РМ карта болельщика, автоматизированное рабочее место карта болельщика, и находим заявление, которое подавал в электронном виде наш заявитель, либо по номеру телефона, либо по адресу электронной почты, которая была указана при регистрации заявителя на портале. Нажимаем кнопку найти заявление, находим его и проверяем данные. Во-первых, мы сверяем фотографию, которая есть в заявлении, с фотографией в документе, удостоверяющем личность, с нашим заявителем, и проверяем данные. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, и если все в порядке, мы нажимаем данные проверены, ставим отметку, и нажимаем отправить. Все, данные подтверждены, заявитель будет ждать, пока ему на адрес электронной почты и в личный кабинет на госуслугах придет сама карта, вот этот код цифровой. Далее, если какие-то данные не совпадают, мы говорим, что мы можем подкорректировать данные, если заявитель согласен, мы данные корректируем, но заявитель на приеме должен электронно подтвердить согласие на обработку персональных данных и на участие в программе лояльности. Для этого в соответствующем окне мы вносим адрес электронной почты, отправляем письмо, на почтовый ящик заявителю приходит код, который он нам должен озвучить. Мы вносим код подтверждения, нажимаем кнопку подтвердить, и данные подтверждаются. Опять же нажимаем вот как здесь данные проверены, отправить и данные подтверждаются, заявитель ждет пока карта болельщика поступит заявителю. То есть мы никакой результат по услуге здесь не выдаем. Если заявитель отказывается, говорит, мне ничего не нужно, я исправлять ничего не буду, только повторная подача, здесь мы ничего сделать не можем. это первая ситуация. Она понятна, коллеги? Первая ситуация. Корректируем ли мы фото, если при самостоятельной подаче программа уже его пропустила? Фото разные бывают. Но по сути нет. Если пропустила, нет, только данные, перс-данные, персональные данные меняем. Итак, важная информация. Если подавали электронно и приходят только на идентификацию личности, детям до 14 лет и недееспособным гражданам приходить не нужно. А мы будем идентифицировать их личность на основании их документов. Свидетельство о рождении паспорта от законных представителей, опекуна и так далее. Теперь вторая ситуация. Когда в электронном виде он ничего не подавал, сразу пришел к нам, то мы сразу удостоверяем личность заявителя, проверяем его паспорт, открываем наш в Цитриксе АРМ карта болельщика, все равно производим поиск заявления по телефону либо по адресу электронной почты, нажимаем найти заявление, мало ли вдруг он забыл, подавал и забыл. Найти заявление, если оно найдено, значит, это продолжение ситуации номер один. Если нет, новое заявление, нажимаем кнопку и заполняем данные в запросе гражданства, фамилии, отчества, пол, дата рождения, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты. Далее мы фотографируем заявителя. У нас есть в центрах фотоаппараты, мы фотографируем заявители на национальное водительское удостоверение, поэтому можете сфотографировать, какие есть требования. Во-первых, фото должно соответствовать возрасту. Лицо открыто, взгляд направлен в объектив, выражение нейтральное. если заявитель носит очки, значит, постоянно фотографируем в очках, единственное, оправа не должна закрывать глаза и не должно быть бликов. В солнцезащитных очках фотографироваться нельзя. Теперь фон, светлый фон без каких-либо посторонних предметов. А то бывает фотографируют, а там на фоне заявители ходят по коридору. Светлый фон без посторонних предметов. Далее, что касается головных уборов. Без головных уборов фотографируемся, без ободков, платков, кепок и так далее. Единственное исключение – это религиозные убеждения. То есть по религиозному вероисповеданию носит головной убор, тогда возможно фотографировать в головном уборе, но лицо должно быть открыто. Если вы фотографируете ребенка, то требования такие же, как взрослым. То есть чтобы четко лицо, взгляд в объектив, без игрушек, без каких-либо дополнительных вещей на светлом фоне должна быть сделана фотография. Фотографируйте, сохраняйте в общую папку и добавляйте в запрос. Далее заявитель опять же подтверждает согласие на обработку персональных данных участия в программе лояльности. Отправляете код на адрес электронной почты, он вам озвучивает, вы подтверждаете зафиксированный код. И данные проверены, опять нажимаете и кнопку отправить. Появляется результат рассмотрения, будет доступен в личном кабинете заявителя. Все замечательно. На этом завершена работа. Коллеги, если к вам обращаются иностранные граждане, вы вносите информацию о документе удостоверяющем личности о заявителе латинскими буквами согласно предоставленному документу удостоверяющему личность. Например, гражданин Финляндии, все, что у него есть в паспортных данных, мы вносим. И также подтверждаем данные, фотографируем все, как я вам только что озвучила. Есть нюансы по оформлению карты детям до 14 лет. Коллеги, прежде чем оформить карту ребенку до 14 лет, посмотрите заявление родителя, найдите это заявление родителя и посмотрите его статус. Услуга должна быть успешно оказана, только после этого мы можем добавить данные ребенка. Ну и, соответственно, сфотографировать его, внести данные, отметить данные проверены, кнопку отправить и так далее. Если статус родителя, статус заявления родителя отклонена заявка или обрабатывается в ведомстве ребенка с такими статусами родителя, заявления родителя, мы добавить не можем. Не можем. Результат предоставления услуги поступает в личный кабинет на ИПГУ и на электронную почту заявителя. Мы ничего по итогу подачи заявлений и идентификации личности не выдаем. Итак, это вам тема для самостоятельного изучения как напоминание. Вопросы по карте болельщиков все ли понятно? понятно. Понятно. Ну что, тогда мы проходим экспресс-опрос. Я направила вам ссылку. коллеги, подскажите, пожалуйста, у нас буквально пять минут осталось до окончания вебинара, поэтому подскажите, открывается ли ссылка. Все ли нормально? Это последний экспресс-опрос. На втором вебинаре, на последнем экспресс-опросов уже не будет. Так что, если кто-то не успеет, до конца дня есть возможность пройти. Все, коллеги, тогда сейчас проходите экспресс-опрос. На этом мы вебинар завершаем, изучение услуг завершаем. В 16 часов буду ждать вас на нашем последнем вебинаре в рамках полного курса. Ничего нового изучать не будем, будем отрабатывать то, что выучили. Хорошего дня и до встречи в 16.00. Удачи! Продолжение следует...